Глеб Гаврилов Глеб Гаврилов Глеб Гаврилов Глеб Гаврилов Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, то она только замотала головой. Когда он вырвался и стегнул ее вторично, то телега заскрипела, завизжала и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара она покачнулась, после четвертого, наконец, двинулась с места. Однако, это мы с тобой что, дорогу, поедем, а? Спросил землямер, удивляясь способности русских возниц, соединять тихую черепашью езду с душевыворачивающей тряской. Ничего, доедем. Лошаденка молодая, шустрая. Разбежиться потом не остановишь. На, 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 проклятая. На, на. Когда телега выехала со станции, были суммы. Направо от землямера темнела замерзшая равнина без конца и края. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Было тихо, но холодно и морозно. Какая, однако, здесь глушь. Ни кола, ни двора. Ни ровен час нападут и ограбят, как никто и не узнает, хоть из куш к поле. Да и возница ненадежная. Видишь, какая спинища. Эдакое дитя природы пальцем тронет так из себя душевона. И морда у него зверская, подозрительная. Ой, какая морда. Голубчик, как тебя зовут? Мерда, Клим. На, на. А, Клим. Так, так, Клим. Ну, как вас-то так вообще, как... Как... Это не шалят, а? Все, бог милого, кому шалить-то? На, на, на. Ага. Это хорошо, что не шалят. А то, значит, я, на всякий случай, взял три ливольвера. А с три ливольверами шутки плохи. Здесь еще разбойник может справиться. Между тем быстро стемнело. Телега вдруг завизжала, задрожала и, как бы нехотя, повернула налево. Ой, куда это ты меня повез? Поехал все прямо и вдруг налево. Чего-то развезет, подлец, какую-нибудь трущобу и... И... А что, бывают такие случаи? Послушай, так ты говоришь, что это не опасно. Это хорошо. А то, значит, я все-таки люблю с разбойником драться. На вид я несколько такой худой, болезненный. А сила у меня столько, как у... у... у быка. Вот на меня напало раз три разбойника. Я одного так трахнул, что... А два других из меня в Сибирь. Прям-то на каторгу. Не могу. Хе-хе-хе-хе. Откуда у меня сила берусь, прям не понимаю. Так возьмешь такого здоровьего, вроде тебя так одной рукой... Возьмешь и сковырнешь прям в чертовой матери. Да, брат? Не дай бог, брат, развойнику со мной связаться. Без рук, без ног останется там, что и говори. А еще и по суду ответят. Мне все судьи с правами не знакомы. Я вот еду, а начальство известно, что я еду. Так и следит, чтоб меня кто-нибудь худой не сделал. Вот тут вот... По дороге за каждым кустиком урядники соцкие понатыканы. Вот за каждой елочкой. А, Петр Николаевич! Здорово, дорогой! И я забыл, как нашел. А, стойте, Клейн! Куда ты ехал? Куда ты меня ведешь? Ишь идейте, Лес. Действительно, Лес. А я-то испугался. А чего это он стал так часто до меня оглядываться-то? Она замышлась что-нибудь. Он же ехал в Елее, на газану, а теперь ишь как мчится. Клим, поприди лошадь, поприди лошадь, поприди лошадь, послушай, Клим, ты зачем так гонишь лошадь? Я не гоню, сама разбежалась, как разбежаться, никаким соистием не остановишь. И сама не рада, что ей ноги такие. Врёшь, вижу, что врёшь, поприди лошадь. А зачем? А зачем, что с остальцем задали, выехали селить 8, товарищи подборщины. Надо, чтобы меня догнали в этом лесу. Народ всё-таки здоровый, коренастый, указан по пи-пи, пистолету. Ты чего на меня оглядываешь, Ольга? Вам, Лебарди, ничего интересного, я тратить только револеры. Показайте револеры, а? Изволь, изволь. И тут случилось то, чего не ожидал землемер при всей своей трусости. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Бери окаянный лошадь и телегу, только не убиты мои души! Крыл! Испугался, убежал. Что же мне теперь делать? Одному ехать нельзя. Во-первых, дороги не знаю, а потом вот по душе действительно у него лошадь украл. Что теперь делать? Клим! Клим! Голубчик, где ты? Клим! 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 От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только вой волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стала коробить вдоль спиры словно холодным терпугом. Клим! Климушка! Чаааа! Часа два прокричал землемер. И только после того, как он охрип, почти совершано, потерял голос и примирился с мыслью о ночевке в лесу. Слабый ветерок донес до него чей-то отдаленный стон Кыль! Голубчик! Поедем! Убьешь! Да нет, это я пошутил, на каждый меня бог пошутил Это я, нет у меня, ни химия, ни револьверы, нет у меня. Это я от страха врал. Поедем, мерзну. Ну, чего, дура, испугался? Я пошутил, а ты испугался. Садись, садись. Замерз совершенно, садись. Бог с тобой, барин. Снал бы я, саста Целковка не поехал. Чуть я не помер со страху. На, на. Клим стегнул по лошаденке, телега задрожала. Клим стегнул еще раз, телега покачнулась. После четвертого удара она, наконец, тронулась с места. Землевер поднял воротник и задумался. Дорога и Клим уже не казались ему опасными. Дорога и Климraz Клим